Когда долго работаешь в новостях, жизнь постепенно превращается в сплошное дежавю, и это мы уже проходили. Сейчас из всех утюгов страны пугают коронавирусом. А в 2003 году Мир в пивы узнал о неизвестной доселе и неизлечимой болезни атипичной пневмонии. И все гадали, что это – начало апокалипсиса или мировой заговор. Смотрим о том, как переживали страшный вирус в 2003 году. Я не хочу. Не хочу. Точно. Вы не задавайте вопрос, что страшно или не страшно. Мы на работе. Причем здесь страшно или не страшно. Теперь на каждой станции будете спрашивать, страшно или нет. Вот так нерадостно встречали проводники и пассажиры поезда Москва-Пекин в течение месяца на каждой станции журналистов и медиков. Первыми жертвами атипичной истерии у нас стали пассажиры поездов и самолетов. Китайцы в частности. Китайцам вообще стоит только посочувствовать. В ресторане «Великая стена» в итоге стало в три раза меньше посетителей. А в международном центре КГУ, где учатся китайские подростки, нам просто отказались давать интервью. Подростки боятся и журналистов, и вообще всех красноярцев. Девочка КГУ учится. На автобусе просто простыла. Чихала там. И люди все разбежали. И так неприятно было. Она сразу вышла на улицу и расплакала. Я только что приехала из Китая. На границе нас строго проверили. У каждого измерили температуру по два раза. Потом уже на русской границе тоже измерили. И даже в поезде градусник ставили каждый день, минимум раза по три. Мы не спорим, упаси бог, что меры безопасности в случае любой инфекции необходимы. Атипичная пневмония тем более опасна по-особенному. Она передается всеми возможными способами. Инкубационный период у нее не три дня, как у других инфекций, а целых десять. Насторожность оправдана, говорят специалисты. Но не оправдана истерия. Главной же российской жертвой стал первый и единственный заболевший соотечественник Денис из Благовещенска. Наплевав на врачебную тайну, этику, его диагноз объявили на всю страну. Причем наши красноярские инфекционисты ставят этот объявленный диагноз под большое сомнение. Да как же так? Человек проживает в общежитии, заразившись от китайцев. Там нет китайцев, там черт, от японцев он заразился. Трудно сказать, с кого он заразился. Так? Как же так? В этом общежитии ни одного случая пневмонии больше не было. В окружении, которое курировало этого больного с этой атипичной пневмонией. Ведь он вначале лежал просто в терапевтическом отделении. Его ходили смотрели врачи, средний медперсонал, санитарочки и прочие родственники. Приходили мало этого, приходили к нему. Никто же не заболел. Это парадокс. Антон Николаевич говорит, что иногда ситуация с атипичной пневмонией напоминала всеобщее безумие. Так руководитель одной из известных в городе фирм позвонил. Знаете зачем? Чтобы для его сотрудников провели специальный семинар по атипичной пневмонии. Я говорю, да себе вам это надо. Ну вот у нас все боятся. Понимаете, как запугали население? Что все боятся. СПИДа не боятся никто. Симфилиза тоже не боятся никто. Кто? Вроде все это как детский сад. Так сказать, да? Анатолий Николаевич показал нам боксы в инфекционном отделении БСМП, куда в случае массовой эпидемии помещали бы больных. В большом количестве врачам выделили так называемые укладки, перчатки, очки и прочее. Все то, что необходимо для защиты при общении с носителями инфекции. Медики вообще хоть что-то поимели светошумихи. Все любые массовые государственные компании, будь то по борьбе со СПИДами или прыщиками в носу, всегда активно финансируются. И под это дело можно получить хоть какие-то 3 рубля для организирующей медицины. Мелочи приятны. А теперь о тех, кому это выгодно. Но уже по крупному счету. По одной из муссируемых сейчас версий, все это политически заранее спланированная акция против Китая. Это совместная операция служб безопасности белой расы, потому что это удар по желтым, так скажем. Слишком велика опасность поглощения Сибири и нашей нации народом Юго-Запада в середине следующего века. Что касаемо самой отмеченной птимонии, то туберкулез, СПИД, клещевой энцефалит гораздо для красноярцев сейчас страшнее. Наверное, бросить тень на Китай, поскольку завоеваны уже Югославия, Афганистан, Ирак. Китаю тоже угрожают, так сказать, интервенциям, как и нашей России. То есть американцы по большому счету? Безусловно. Есть свидетельства, что это искусственный вирус. Вы слышали? Оставим политику. Что касается простых граждан, то типичная истерия принесла, безусловно, свои положительные плоды. Красноярцы, по крайней мере, твердо усвоили, что такое атипичная пневмония, ее симптомы и как с ней бороться. Синдром, так, не знаю. Ну, в смысле, это вот такая болезнь, которая не лечится. Все болит. Легкие болят страшно, не дай бог, это никому. А сами-то боялись, когда об этом все время говорили? Боялась, конечно. Боялась. Не болеет. А как-нибудь предохранялись при этом? Конечно, чтоб сквозняков не было. Но потом это, чтоб не замерзнуть. Но предохраняешься уж как-то. А то эта болезнь нехорошая. Я знаю. Ну, подальше держаться от тех мест, где кашляют люди. Кто болеет-то в основном? В основном мужчины, женщины, которые приезжают из города Китая, Пекина, которые приезжают сюда, в город Красноярск. Ты с ними не общаешься? Нет. Даже побаиваешься с ним пройти по улице. Вы как-то предохранялись? Это типичное понимание. Нет. Почему? Я всегда ем чеснок и лук. Вот самое главное. Ну, это спасет, это типичное понимание. Да, это все все равно убьет. Наталья Кичина, Алексей Фортус, Новости ТВК.